Нечем заняться? Поиграй в интересную развлекательную игру Монета Кар! Приобретай автомобили, развивай свой собственный автопарк, собирай с него прибыль и при желании выводи свой доход в реальных деньгах. В игре есть возможность тюнинговать автомобили, после чего продавать их с наценкой до 35% другим игрокам. Вы можете зарабатывать в этой игре совсем без вложений, просто выполняя задания рекламодателей. В данном проекте зарегистрировано уже более 100 тысяч игроков. Присоединяйся и ты, ссылка есть в описании. Это СААП 9.5 2011 года, и это был последний СААП. Ну, не конкретно эта машина, это была последняя модель, которую выпускал СААП перед тем, как отойти от дел вместе с кроссовером 9.4Х, и сегодня я взгляну на последний СААП. СААП. Модельном году и выпускался в течение всего двух лет, до 2011-го, перед тем, как СААП закрылись в результате сложной бизнес-сделки, в которой участвовали General Motors, голландский производитель спортивных машин Spiker, и в какой-то момент СААП продали свой завод кому-то еще, а затем арендовали его обратно для себя. 9.5 предлагался с двумя вариантами двигателей. Вы могли купить турбированный V6 мощностью 300 лошадиных сил, или же турбированный четырехцилиндровый мощностью 220 лошадиных сил, которым оснащена вот эта машина. Модели на V6 были полноприводными, и с четырехцилиндровым двигателем были переднеприводными. К сожалению, СААП не смогли полностью реализовать свои планы на эту машину. Они планировали выпускать версию универсала и, вероятно, другие вещи, но не смогли довести их до рынка. Они смогли выпустить кроссовер 9.4X, но он продавался всего несколько месяцев перед тем, как СААП наконец закрылись. Но в любом случае, сегодня я собираюсь показать вам последний 9.5, а затем я выкачу его на дорогу и буду водить, а потом я оценю его по шкале Дага. И чтобы узнать больше моих мыслей про последний СААП, кликните по ссылке снизу, чтобы посетить автотрейдер.ком.слэш оверсир, где я также составил список самых интересных СААБов, в данный момент продающихся на автотрейдер. Я начну с фишек и особенностей внутри, и когда вы просто заводите машину, вас приветствует странный круглый зеленый экран в середине приборной панели, на котором написано СААП Байо Пауэр. Скоро я расскажу вам про эту Байо Пауэр штуку и про этот маленький зеленый экран, пока достаточно сказать, что обе эти вещи странны. Но на мой взгляд, этот зеленый экран не настолько странный, как стрелки в приборах, которые тоже зеленые. Я видел стрелки разных цветов в спидометрах, в тахометрах, но ни в какой машине я не видела их зеленого цвета. Это просто одна из самых странных фишек СААП. Еще одна из фишек СААП – это маленькая кнопка «Ночная панель» справа от рулевого колеса. Так вот, в СААБах есть эта функция очень давно, и это очень крутая идея. Вы нажимаете «Ночную панель», и она отключает подсветку у всех приборов, кроме спидометра. Вот, допустим, вы едете ночью, и вам в лицо светят все эти яркие огни от приборов, а вы просто хотите видеть спидометр и расслабиться. Нажимаете «Ночную панель», и вы видите только его. Все остальное затемняется. Это довольно хорошая идея. Я всегда знал, что в СААБах есть эта функция, но вот что я о ней не знал. То, что когда вы нажимаете «Ночную панель», она не просто отключает подсветку на других приборах, она полностью отключает сами приборы, и поэтому стрелка тахометра падает на ноль. Шкала топлива показывает пустой баг, и они не выводят никаких показаний. Они не просто темные, они даже ничего не показывают. Это довольно интересная фишка. Двигаемся дальше к центру СААБа. Вы можете видеть на центральной контрольной панели, что некоторые из этих кнопок облезают, обдираются, по сути, изнашиваются. И проблема с такой машиной в том, что найти замену таким вещам не так тушь и просто, потому что СААБ больше не существует. Поэтому больше не выпускает запасные кнопки для вашей центральной контрольной панели. Некоторые эти ободравшиеся кнопки не такие уж и важные, потому что довольно легко понять, что они делают. Например, кнопка снизу, очевидно, регулирует обдув климат-контроля, но эта кнопка в середине, прямо под крутилкой громкости, я понятия не имею, что она делает. Ее описание облезло со временем, поэтому мы никогда и не узнаем. Помимо износа кнопок, есть и пара крутых вещей на центральной контрольной панели. Одна из них связана с CD-плеером. Вы можете увидеть звуку CD-плеера, маленькую зеленую светящуюся лампочку. Она дает вам знать, что внутри есть диск. Если вы вытащите диск, то эта лампочка погаснет. И, очевидно, это не дает вам сильно разозлиться, когда вы хотите поставить другую музыку, впихиваете ее туда, не понимая, почему он ее не берет, и остаетесь с двумя дисками в вашем плеере, потому что не поняли, что там внутри уже есть диск. Поэтому эта маленькая лампочка – это хорошая идея. Или, по крайней мере, была во времена компакт-дисков. Другая хорошая идея, которая мне очень нравится на центральной контрольной панели – это вентоотверстие. Вместо того, чтобы разделить его на два прямоугольных вентоотверстия, СААП использовали это пространство над экраном мультимедийной системы, и там просто одно гигантское вентоотверстие. Но у водителя и пассажира есть свои отдельные регулировки для своей части этого гигантского вентоотверстия. Поэтому водитель может направить свой диффузор на себя, и пассажир может направить диффузор на себя, а воздух будет дуть на обоих. И оба будут довольны. И при этом эта штука не разделена на два вентоотверстия, которые бы разрушили внешний вид этого пространства в центре салона. Одна любопытная вещь в этих вентоотверстиях, хотя вы и видите, что само вентоотверстие заканчивается в середине, но сам дизайн диффузоров идет вдоль всей торпеды с водительской стороны машины над приборами. Я полагаю, это сохраняет аккуратный внешний вид. Не знаю, зачем им еще надо было так делать. Но довольно странно видеть такое фальшивое вентоотверстие, идущее вдоль всей водительской стороны торпеда до самого левого вентоотверстия. И говоря об интересных фишках СААП, далее мы переходим к довольно необычной центральной консоли. Так вот, на этой центральной консоли есть целых три защёлки, что довольно необычно. Защёлка слева, ближняя к водителю, открывает ящик в центральной консоли и является как бы маленький отсек для вещей. Первый ярус ящика центральной консоли. Защёлка в середине, если нажать на неё, является гораздо больший отсек в центральной консоли, чтобы вы могли положить туда более крупные предметы, чем в тот первый отсек. Ну вот, защёлка справа с пассажирской стороны самая интересная из трёх. Если вы потянете за неё, то она двигает крышку центральной консоли наверх для более комфортного положения подлокотника. Я никогда такого раньше не видел. Защёлка центральной консоли, которая перемещает подлокотник в лучшее положение, чтобы вам было комфортнее управлять машиной. Это на самом деле очень хорошая идея. И я хотел бы, чтобы производители делали так чаще. Когда вы закончили, вы просто двигаете крышку центральной консоли назад, и она возвращается в своё нормальное положение. И говоря об отсеках для вещей, стоит заметить, что слева от рулевого колеса есть ещё спрятанный кармашек рядом с вашим коленом. Во многих машинах он здесь есть, но редко можно встретить такой большой. Это на самом деле довольно полезное место для вещей, о котором большинство людей даже не догадается. Далее мы перемещаемся под капот, где вы можете видеть четырёхцилиндровый BioPower двигатель во всей своей красе. Если вам любопытно, что такое BioPower, это всего лишь значило, что эта машина могла работать на Е85 или этаноловом топливе. Сейчас это типа, ладно, ну и что? Но тогда все конкуренты СААП переходили на гибриды, а у СААП не было денег, чтобы разработать гибридную силовую установку, поэтому они пытались убедить людей, что они тоже зелёные, потому что их машины могут ездить на Е85, и теперь компания мертва. Но в любом случае двигаемся дальше. Как видите, это просто обычный четырёхцилиндровый двигатель, а вот что мне тут кажется необычным, это просто сколько тут под капотом осталось свободного места. Очевидно, они также продавали эту машину и в версии с V6, но даже с ним не похоже, что он бы занял весь этот моторный отсек. Меня удивило просто, сколько тут места. Возможно, мог быть и СААП 9.5 на V8. Так как я снаружи 9.5, я хочу упомянуть дизайн. Я вот не помешан на СААБах. Мне часто кажется, что они причудливые просто, чтобы быть причудливыми. Мне кажется, они почти чересчур автоботанские. Я не сильно ими увлекаюсь, но должен признать, это очень привлекательная машина. Она выглядит очень-очень стильно, и жалко, что она так недолго прожила, и не нашла своё пристанище в домах, дворах и гаражах, чтобы вы могли больше видеть такую на дорогах. Я радуюсь каждый раз, когда такое вижу. Есть пара вещей, которые мне особенно нравятся. Во-первых, то, что перед поднимается до определенной точки, а затем постепенно скашивается вниз, что даёт людям на передних местах больше пространства для головы, и придаёт машине в целом более купе-хэчбэка-образный внешний вид, который очень крутой. Мне также нравится, что передние стойки покрашены в чёрный, что придаёт крыше такой парящий облик, потому что все окна находятся под ней. Многие производители сейчас так делают с задними стойками, но Сааб так сделали с передними, что было очень крутое и довольно революционной идеей в то время. Так тогда ещё никто не делал. Эта машина просто выглядела очень аккуратно, и, честно говоря, я думаю, что она выглядит современно и сейчас, восемь лет после того, как она поступила в продажу. С учётом сказанного, одна вещь наружу этой машины мне всегда казалась немного странной и довольно дурацкой. Видите, как эти линии на двери как бы сходятся в точке здесь снизу на крыле? Логично. Поэтому Сааб прилепили сюда кусок похожего на алюминий пластика здесь на крыле. Это тоже понятно. Но, к сожалению, похоже, у них были деньги только, чтобы прилепить этот маленький кусочек, но он не продолжается. Поэтому здесь есть один маленький кусочек отделки тут снизу, а остальное просто покрашено. Эта штука выглядела полностью неуместно, и кажется, что она не отсюда. И я обещаю вам, что каждый раз, когда вы будете видеть один из этих последних 9.5, то теперь вы будете смотреть на это и думать, а зачем они там? Почему они не сделали эту маленькую штуку, чтобы она выглядела как на двери, и просто её не покрасили? Зачем там надо было делать эту вставку? Это совсем непонятно, но вот так они сделали. Изъян в очень хорошем дизайне этой машины. Далее перемещаемся к задку. В этой машине есть две очень интересные детали сзади. Первая, вот эта гигантская полоса света, которая идёт поперёк багажника. Это та из первых машин, в которой была светодиодная полоса света. И хотя в современных машинах, в которых она есть, она очень ровная, с идеальными промежутками. В этой тачке она в некоторых местах ярче и темнее, но выглядела она очень круто. К сожалению, вы сможете увидеть её только ночью. Я попробую вам её показать, но не уверен, что она хорошо получится на камере. Другая вещь, которая мне тут сзади нравится, это поворотники. Они такой дугообразной формы, но они довольно крутые. Сначала там большие лампочки, и ближе к багажнику они как бы переходят в лампочки поменьше. Мне нравится, как они выглядят. Можете заметить, что поворотники мигают очень-очень быстро. Это потому, что машина думает, что в них нет лампочек. Но я посмотрел на них, и в обоих поворотниках лампочки на месте. Даже несмотря на то, что они мигают быстро с обеих сторон, я полагаю, что это просто то, что случается, когда вы владеете машиной, осиротевшей марки, на которую вы не можете найти допчасти, из которой никто не работает. Далее переходим к багажнику. В нём есть пара интересных деталей. И первое, вот эти небольшие штуки, на которых написано «нажать». Вот на этой направляющей. Я думаю, это крепежи для багажа, и вы можете двигать их по этой направляющей, чтобы, например, натянуть сетку там, где вы хотите, чтобы лежал багаж, и сфиксировать его этими штуками. Я думаю, они для этого. Но они мне нравятся не поэтому. О нет, они мне нравятся, потому что их можно использовать как игрушечные машинки. Ладушки, это было любопытно. Далее пара интересных вещей в багажнике. Вот эти два спрятанных отсека, слева и справа. Здесь есть два спрятанных пластиковых отсеков, в которые вы можете убирать вещи, если вы не хотите, чтобы они катались по багажнику. Во многих багажниках есть закрывающиеся отсеки, но вот эти как бы спрятаны рядом с петлями багажника. Большинство людей их никогда и не заметят, когда залезут в багажник, но вот сюда надо класть вещи, которые вы хотите спрятать. Другая интересная вещь, которую я нашел в багажнике, открывайте пол, и там лежит брошенный в колодце запаски, годами не видевший солнечного света оригинальный цинник, который в ужасном состоянии. Но он показывает, что рекомендованная розничная цена этой машины составляла 47 900 долларов. Мне, конечно, нравится эта машина, но в 2011-м было уже довольно ясно, что Сааб дышит на ладан, и вам нужно было быть серьезным, любящим Сааб, носящим свитер, архитектором, чтобы действительно заплатить что-то близкое к 47 900 за такой. Поверить не могу, что они столько просили, но это так. Возвращаемся в салон, чтобы поговорить о некоторых технических особенностях этой машины. Я начну с этого круглого зеленого экрана в центре приборной панели. Этот экран показывает вам всевозможную информацию, вы можете прикрутить расход топлива, пробег, давление в шинах. Он также показывает пару интересных вещей. Во-первых, он показывает вам биопауэр проценты. Я полагаю, это процент Е85, который вы используете в текущий момент. Не то, чтобы это было кому-то интересно, но оно там есть, чтобы подчеркнуть, какие они экономичны. Другая интересная вещь, которую я обнаружил в этом экране, то, что он предлагает вам спидометр, который как бы крутится в вашу сторону, прямо как в самолете. В этот раз САП пытались убедить людей, что они родом из авиастроения, что это производители реактивных самолетов, которым и случилось выпускать машины. И я думаю, так они пытались связать две эти вещи вместе. Удивительно такое видеть в таком среднеразмерном, окололюксовом спортивном семейном седане. Далее, пара интересных вещей в экране мультимедийной системы. Во-первых, в навигационной системе есть опция под названием «Отслеживание пути». Кликайте по ней, и вы можете включить функцию, которая будет расставлять точки там, где вы проезжали. И, по-видимому, она может расставить 10 тысяч точек на расстоянии до 500 километров. Поэтому, если вы по какой-то причине захотите оставлять за собой виртуальный след из хлебных крошек, чтобы увидеть, где вы были, то машина может для вас это сделать. Во многих мультимедийных системах General Motors в то время это было, но, по-видимому, в этой машине тоже. Другая любопытная настройка в мультимедийной системе. Если вы прокрутите дальше настройки навигации, вы обнаружите, что она предлагает вам возможность включить или выключить предупреждение о низком уровне топлива. Вот скажите, кто захочет это выключать? Нет-нет. Я не хочу, чтобы машина мне сообщала, что у меня закончился бензин. Я сам знаю, когда у меня закончился бензин. Ладно. Также она дает вам возможность переключить навигационную систему во внедорожный режим. Поэтому, если вы захотите водить ваш 9.5 на бездорожье, я, правда, не знаю, что это делает с навигационной системой, но оно там есть. Другая интересная вещь, которую я нашел в мультимедийной системе, находится в разделе «Столкновения системы распознавания». Если вы по нему кликните, то там есть только одна опция – ассистент парковки и целый пустой экран, который выглядит так, будто они собирались добавить целый список других функций, но, к сожалению, эта машина так и не прожила достаточно, чтобы получить какие-либо из этих функций. Это грустный маленький пустой экран, со всеми этими пустыми пунктами, показывающими, что бы могло быть, если бы эта машина прожила подольше. Ну, да, в любом случае переходим к задним сидениям. Здесь на самом деле нет ничего важного или интересного, но люди злятся, когда я не показываю задние сидения в четырехдверных машинах, поэтому вот они, тут есть подлокотник с держателями для стаканов, прямо как в большинстве седанов, тут есть вент-отверстие, климат-контроля, нормальное пространство для ног, и все. Вот такие задние сидения в 9.5. Итак, это были фишки и особенности последнего СААБ 9.5. Теперь пора сесть за руль и водить его. Ладно, введу последний 9.5. Последний из выпускавшихся СААБов. Я до сих пор не могу поверить, что это была машина за 48 тысяч долларов всего 7 лет назад. Она такой не кажется. Она похожа на машину за 30 тысяч долларов, ну может за 35 тысяч, но она стоила почти 50. А это как приблизительно 53 тысячи сейчас, сумма сойти, но все же она достойная. Мультимедийная система вполне хорошая. Должен признать, я очень удивлен ускорением. Сейчас втоплю. Эта машина необычно шустрая, я бы сказал. Особенно учитывая, что это базовая модель. 220-сильная версия. 300-сильная версия с полным приводом уж точно была быстрой. Салон приятный и комфортный. Очевидно, что с этими облежшими кнопками он уже не так хорошо выглядит. Но это не так уж и плохо. Много пластика, никто уже не станет делать так много пластика в наше время. Всего 7 лет спустя в этом сегменте. Но в то время это не выходило за рамки. Машина довольно комфортная, в ней много оснащения для того времени. Управляемость рулежка в порядке. Она едет так, как вы ожидаете. Конечно, не особо острая. Она едет, как бы ехала переднеприводная, около люксовая, почти люксовая машина. Она поспортивнее, чем среднеразверные седаны или что-то такое. Но мне не нравится, как она поворачивает. Есть некоторая размытость в рулежке. При повороте на 90 градусов она начинает казаться немного размытой. Не самое точное, но сойдет. Я имею в виду, это не то, что остановило бы меня от покупки этой машины. Просто это не BMW, а когда дело доходит до ходовых характеристик. Сиденье очень удобное, обзорность превосходная, зеркала большие. По правде говоря, в конечном счете впечатления от езды на этой машине не особо необычные. Я думаю, это одна из вещей, которая в ней нравится людям. Вы можете купить такую необычную, не похожую на другие машины, но вам не нужно мириться с кучей странных вещей, с которыми вам часто нужно мириться, когда вы покупаете MG или что-то странное типа такого. Это была просто крутая машина, которая немного отличалась от нормы, и, к сожалению, по-видимому, она оказалась слишком отличающейся от нормы. И General Motors не очень хорошо справились с управлением СААП. General Motors поглотили СААП, когда Ford поглощал кучу люксовых марок Aston Martin Volvo, и General Motors тоже хотели поучаствовать в игре, поэтому они купили СААП, и у них просто не было времени и места для СААП. Итак, мы в итоге получили 9.2X, которая была WRX с шильдиком СААП. И мы получили 9.7X, который был Trailblazer с шильдиком СААП. Было ясно, что они не хотят уделять энергию СААП, которая бы потребовалась, чтобы превратить его в первостепенную люксовую марку, как Audi или что-то такого рода. У них уже был Cadillac, и не было смысла владеть и СААП. Но я думаю, здесь главная тема в том, что эта машина просто хорошо едет. Она едет как около люксовый седан той эпохи, в нем нет чего-то сумасшедшего, нет безумных ходовых характеристик или управляемости, но это была очень хорошая достойная машина. И я думаю, она могла долго быть хорошей достойной машиной и оставаться конкурентоспособной в этом сегменте в течение 5-7 лет, если бы ей позволили. Итак, это последний СААП. Правда в том, что это достойная машина. И с правильной стратегией эта машина и 9.4X могли бы обеспечить СААП хорошую позицию для возвращения. Но General Motors так никогда и не обеспечили СААП хорошее управление. И все их попытки спасти СААП никогда не создавали впечатление, что у них достаточно капитала, чтобы это на самом деле сработало. И поэтому эта машина немного уникальная. Это хорошая машина от мертвой марки. А теперь пора оценить ее по шкале Дага. Начиная с выходных категории стайлинга 9, 5 очень хорошо выглядит для среднеразмерного седана и зарабатывает 6 из 10. Ускорение базовый двигатель энергичный, но он все равно зарабатывает только 1 из 10 благодаря разгону с нуля до 100 не свыше 7 секунд. Управляемость в порядке безопасная, но не особо захватывающая. Он получает 4 из 10. Фактор веселья низкий. Он едет как относительно обычный седан, которым он и является. Он не особо захватывающий, не считая истории марки СААП. Он получает всего 2 из 10. То же самое с фактором крутости. Они крутые, когда вы их видите на улице. Но они не дико захватывающие, как безумные спортивные машины. Все равно он достаточно крутой, чтобы получить 4 из 10, что доводит итоговую выходную оценку до 17 из 50. Далее повседневные категории и функции. У 9.5 был порядок с функциями 7 лет назад, но сейчас они ниже среднего. Он получает 4 из 10. Комфорт 9.5 в порядке. Не чересчур комфортный, не чересчур некомфортный. В целом средний, поэтому он получает 5 из 10. Качество посредственное. Салон нормальный, и машина кажется довольно надежной, но найти запчасти будет посложнее. Я уже слышу, как поклонники СААП визжат, что запчасти доступны, но для обычного потребителя, который не увлекается поиском кузовных панелей и деталей отделки, это не то, чтобы очень легко. В целом эта машина всего лишь средняя, и получает 5 из 10. Практичность. Как и большинство среднеразмерных седанов, эта машина зарабатывает 5 из 10. Наконец, стоимость. Они невероятно дешевые, но при этом и не особо замечательные. Эта машина потеряла много ценностей, потому что это малоизвестная, осиротевшая машина, которая интересна только автоботанам, как я. Она получает 5 из 10, доводя итоговую повседневную оценку до 24 из 50. Складываем вместе оценку по шкале Дага 41 из 100. Я на самом деле обозреваю не очень много 7-летних среднеразмерных седанов, поэтому особо не с чем сравнивать, но вот ближайшие тачки, которые мне пришли на ум. Шокируют, что он не побеждает Е39 BMW M5. Если вы не хотите, чтобы они катались по багажнику, во многих багажниках есть небольшие пластиковые отсеки, но вот эти как бы интегрированы в ПЕ. Перевод и озвучка от студии Exosphere.